Братья и сестры, здравствуйте! Поскольку мы взялись находить у Павла в Новом Завете такие поэтические отрывки догматического и характера такого, и, по сути, песенно-поэтического, где в краткой форме стиснуты очень большие смысловые такие объёмы, мы сегодня с вами прочтём кое-что. Из второго послания Павла к Тимофею это тоже считается библеистами один из гимнов апостола Павла, то ли им самим составленный по вдохновению, то ли используется здесь нечто известное между христианами. Смотрите, слово следующее из 2 главы 2 послания к Тимофею. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживём. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречёмся, и он отречётся от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Значит, здесь построение, структурное построение, там есть ли то, такое, значит, четыре условия, значит, он, мы, он, мы. Значит, если мы с ним умерли, с ним и оживём, если мы, значит, с ним страдаем, то с ним и царствовать будем. То есть это такое структурное построение, такое удобное для запоминания. Выражение «верно слово» и всякое приятие «достойно» у Павла повторяется часто. Значит, «верно слово, значит, кто епископского желает, доброго дела желает», например. Или он говорит, «верное слово, что Христос и Иисус пришёл в мир грешников спасти, от них же первый есть Я». Вот это вот верное слово у него, это Павлов знак, знак того, что это речь его. И мы говорим, кстати, эти слова о том, что верное слово, что Христос и Иисус пришёл в мир грешников спасти, от них же первый есть Маз. Это мы даже благодаря Златоусту внесли в молитву перед причастием. То есть мы всегда произносим эти Павловы слова перед тем, как подступить к чаше. Ну а здесь Павел говорит, значит, о том, что мы с ним умерли, следовательно, с ним и оживем. Под смертью нужно понимать крещение. Шестая глава послания к римлянам, значит, в смерти выкрестились. Все мы, кто крестили, крестились в Иисуса, в смерти выкрестились. И погружение в воду, которое и есть крещение с призыванием имени над крещаемым, во имя Отца и Сына и Стоя Духа, троекратным погружением в воду, с призыванием имени Божия совершается крещение в церкви кафолической. Это есть смерть с ним, для того, чтобы и ожить вместе с ним. Значит, мы с ним умираем, чтобы с ним ожить. Если терпим с ним, то с ним и царствовать будем. Значит, Христос благоволил провести жизнь долготерпеливую, полную смирения и утаенности. И краткое время своей проповеди, насыщенной чудесами и знаменями, он все равно проводил в смирении. Не принимал похвалу от людей, сам зная, что в человеке, и не давая большой цены восклицаниям и крикам хвалы, и удалялся часто в пустые места, чтобы беседовать с отцом наедине, и проводил жизнь такого бродячего проповедника, полную смирения и скорбей, зная, что каждый шаг его жизни приближает к тому, для чего он пришел. Это взять на себя грехи мира и пойти на крест. Поэтому, если мы с ним терпим, этот образ терпеливого Иисуса, образ отрока и еговы, на которого легли все тяжести мира, что раны мира были на нем, как Исаия пишет, потому что мы думали, что Бог наказывает его за грехи, а оказывается, он возложил на него грехи всех нас. И рану его мы исцелились. Значит, если мы с ним терпим, с ним и царствовать будем. Это тоже такая центральная вещь, нам даровано царство. Нам только нужно не потерять его, нужно только войти в это царство, не отрекшись. И об этом дальше тоже пишет Павел, что если мы отречемся, и он отречется от нас. Об этом говорит и Евангелие, что кто постадится меня и моих словес, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и сын человеческий постадится, когда придет во славе отца своего с ангелами святыми. То есть Господь Иисус Христос сам обещает сказать, что я не знаю тех, кто скажет, что я не знаю его. Это на самом деле тяжелая вещь. Это тяжесть, которую испытал на себе великий Петр, когда он говорит, что я не знаю этого человека. И три раза это сказал, пока петух не запел. То есть да убережет Бог от этой беды, чтобы мы не отреклись никогда от Господа Иисуса. В известном романе Достоевского «Бесы» там есть такая глава, неопубликованная, не вошедшая в роман, прилагающаяся к роману, у Тихона называется, где Ставрогин приходит к известному епископу на покое, а это Тихон Задонский. А он рассматривает карту боев войны 12-го года. Зачем-то ему это было интересно. И они там здороваются, и Тихон крестится. И Ставрогин, скривившись, говорит, вы что, почитаете крест Господень? И Тихон очень серьезно говорит, креста твоего, Господи, не постыжуся. И крестится еще раз. Поэтому если мы отречемся, и он отречется от нас. А если мы не верны, если мы не верны ему, то он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это вообще потрясающие слова, завершающие данный кусочек. Это 2 глава к Тимофею 2.13. Древний гимн христиан о том, что мы с ним умерли и с ним оживем, с ним терпим и с ним царствовать будем. Если отречемся, он тоже отречется от нас. А если мы не верны, то он пребывает верен, ибо сам себя отречься не может. Об этом можно долго говорить, но время наше вышло. А вы исследуйте Писание, ибо таким образом воссияет в сердцах ваших звезда утренняя, и познание Иисуса Христа станет более очевидным. До свидания.